20 том книги открытым оком вопрос номер 3361 тема община в чем выражается у вас свобода в общине особенно наглядно отвечает Игнатий Тихонович Лапкин в том что человек в любой момент может выйти из общины в которой есть правила и для некоторых они могут показаться ущемлением их подола бороды 21. Наши люди ходят свободно по разным конфессиям и по городу со свидетельством о Христе после каждого богослужения у нас проходят собрания на которых каждый может поднять любой вопрос и высказать свое мнение а мнения по любому вопросу могут быть совершенно различные вот к нам приезжал священник и посмотрите как разнятся высказывания по отношению одного дела кавычки открываются встреча с отцом Василием Толстенко вызвала у меня разные мысли и чувства могу сказать что для меня лично эта встреча не была бесполезной просто в очередной раз я поблагодарил бога за то что я имею так как все познается в сравнении ведь так привыкаешь хорошему что его и не замечаешь есть оно и есть как будто так и должно быть мне бы не хотелось осудить отца Василия в его скрытность скрытности и боязливости вероятно будь он иным может быть ему просто и не выжить в той среде где он находится его застегнутость на все пуговки была разительным контрастом по отношению открытости наших братьев и сестер присутствовавших на встрече зная небольшую предысторию обращения и сектантов в православные отца Василия мы надеялись побеседовать с ним узнать поподробнее его путь в православие особенно к священству ведь в наше время это такая редкость чтобы человек рожденный свыше у баптистов стал православным да еще и священником сколько Игнатию Тихоновичу пришлось уговаривать его рассказать хоть что-нибудь приводить примеров обращений наших братьев и сестер ко Христу из которых мы не делали тайное за семью печатями что каждая история поучительна и прославляет Господа очень нехотя отец Василий нам рассказал о своем обращении в православие в православные постоянно делая оговорку а зачем это все вам нужно если бы это говорил про просто коренной православный то это было бы очень даже и понятно так как православным современным а не тем которых мы знаем из житий свойственно непонимание того что такое радость братского общения во Христе но более всего меня поразило когда отец Василий выразил свое возмущение и после стал нам доказывать что Бога нельзя называть по имени Иегова что это просто сектанство что для православного слуха это просто неприемлемо также удивительно было слышать от отца Василия рассказ о его споре с сектантом который сделал надпись в виде значка на груди Библия свет миру а отец Василий доказывал ему и нам что не Библия есть свет миру а Евангелие слушая отца Василия приводившего в доказательство различные места писания изумлялись и ужасались тому что же сделала с ним московская патриархия как смогла выхолостить душу и разум отнимая понимание даже таких совершенно простых и очевидных истин у человека светом в жизни которого при начале его пути к Богу стала та самая Библия против которой он так бьется пытаясь делать свои делания зная слова что все писание богодухновенно и полезно для научения но более всего из беседы с отцом Василием было видно то что он очень разобиделся на Игнатия Тихоновича за то что тот критикует священников задевая за их круглый живот за их безделье что нельзя дескать так обижать людей нужно их добром да лаской получать а все эти обличения ни к чему напрасно Игнатий Тихонович приводил ему в доказательство места писания которые говорят что нет покаяния там где не было обличения а если нет покаяния то нет и движения вперед слушая все это мне невольно подумалось а как с нашим отцом Акимом что-то не приведи Господи случится и будет у нас священник другой будет он нам мозги на бок сворачивать и давать нас давить нас лживым послушанием что же с нами то будет а ведь надо учесть что отец Василий это не худшее что есть в Московской Патриархии он старается по мере возможности что-то делать несмотря на все притеснения и страхования от архиерея так что же говорить о других священниках у этого хоть и Евангелие пусть даже и не вся Библия есть а что же у тех то бедные православные люди только и скажешь милая добрая наша община какое ты страшное время переживаешь и что еще тебе предстоит пережить дай нам Господи не рассыпаться и всем спастись как легко потерять нужный ориентир в жизни и идти по своим помыслам и самое страшное при этом быть полностью уверенным в своей погибельной правоте кавычки закрыты приходько том 15 страница 203 13 ноября 2006 года благоволит Господь к боящимся его купывающим на милость его Псалом 146 стих 11 благоволит тебя Господь Сиона сотворивший небо и землю Псалом 133 стих 3 кавычки открыты встреча с отцом Василием впечатляет как Господь нас взыскивает и ведет крепкой своей рукой человек он верующий богобоязненный исполняющий свой пастырский труд с ревностью это от Бога дар для него главное служить славе Божией и спасению людей хочется свою радость выразить стихами из сборника песни возрождения номер 531 я водитель я я воитель честь и слава ждет меня на небесах осторожность отца Василия в беседе по вопросам рассказать о себе о своем обращении ко Христу о прежней работе связано и с его скромностью и с замкнутостью для московской патриархии такие священники редкость чтобы спрашивали с прихожан знания Евангелия и проводили научение о вере книга деяний апостольских 14 глава 22 стих утверждая душу учеников увещевая пребывать в вере и получая что многими скорбями надлежит нам войти в царствие Божие первое послание Петра 5 глава 2 стих посите Божие стадо какое у вас надзирая за ним непринужденно но охотно и Бога угодно не для гунстной корысти но из усердия взгляни Господи освети и соблюди нас для царствия Твоего не хотел бы бесплодным к трону Господа прийти хоть одну хотел бы душу сноб один в руках нести Фатеева Л.Н. том 15 страница 165 При Иване бы Грозном схватили меня при Петре бы едва ль пощадили распалили костер не жалея огня много было буглей для кадила не за что-то за проповедь и обличение заломили бы руки скрутили веревкой и начали пытать на жаровне калечить оглашал бы подвал диким ревом я сказал бы царям и возможно не зря благовестия не слышно по храмам службы тянутся долго мертвящий обряд ждут за это трагедии драмы им царишкам пока что еще не вдомек год 17 ждет в октябре два столетия день тот не рядом далек можно тысячи раз подобреть расскажу про гулак раскулаченных стон и про кровь про подвал улыбянки все за то что отвергли господень закон это видно сегодня ребенку наглядно если тронете только хоть пальцем меня будут внуки в ипатьевском доме избитые им придется в подвале на деды пенять к стенке вытащат верную свиту вступитесь царишки отступитесь царишки не поздно пока принести покаяние в том что сокрыли слово божие проповедь так далека небрежением глубоко зарыли благовестию божию шлюзы откройте слишком поздно но все же печатать не начните и ни слова от вас чтоб не слышал я против и библии чтоб столько как в дюне песчинок цари разъявились и тотчас казнили а я виртуальный нарочно дразнил святая ли Русь если столько в ней гнили безбожья в Содоме гоморская гниль 17 декабря 2006 года Игнатий Лапкин